Малайзийский бюджетный авиаперевозчик AirAsia открывает первое с 2012 года европейское направление. С 30 октября 2016 года Лоукостер начинает полеты из Барселоны в Куала-Лумпур с пересадкой в Стамбуле. Перелеты по новому направлению планируется выполнять ежедневно с вылетом из столицы Каталонии в 20.50 и прибытием в столицу Малайзии в 19.30. Пересадка в крупнейшем городе Турции займет полтора часа. Билеты должны поступить в продажу в ближайшее время. Отметим, что дискаунтер ранее уже летал в Европу, однако рейсы в Лондон и Париж прекратились в марте 2012 года по экономическим соображениям. Немецкий бюджетный авиаперевозчик EuroWings, являющийся дочерней компанией Люфтганзе, прекратит полеты в Россию. Решение обусловлено экономическими соображениями. Дискаунтер прекратит полеты с ноября 2016 года. Источник в руководстве Лоукостера отметил, что направление не оправдало ожиданий. Теперь перевозчик определяется с тем, как поступить с туристами, которые приобрели билеты на рейсы после ноября. Напомним, EuroWings летал из Берлина в Домодедово с осени 2015 года. Лоукостер пришел на смену Air Berlin. Министерство транспорта России приняло решение упростить правила досмотра багажа по воздушной гавани их страны. Как сообщает прислужба ведомства, отменен повторный досмотр багажа пассажиров в аэропорту, в случае, если перелет осуществляется с промежуточной остановкой. Представители ведомства считают, что решение позволит значительно сократить затраты и время на наземное обслуживание самолетов в воздушных гаванях. Кроме того, Минтранс выразил надежду, что нововведение позволит снизить стоимость авиабилетов. Авиакомпания «Победа» в августе обратилась в Минтранс с просьбой заменить список из 18 конкретных предметов, регламентированных федеральными авиационными правилами, на одно место любого типа ручной клади весом до 5 килограммов. Ранее также она выступала за отмену законодательного регламента, согласно которому авиакомпании обязаны бесплатно провозить в багажном отсеке до 10 килограммов багажа. В итоге у многих возникло впечатление, что лоукостер хочет вообще получить право брать деньги с пассажиров за перевозку чего угодно, кроме самих пассажиров. Однако компания выпустила пресс-релиз с разъяснением, что по ее мнению пассажир вправе самостоятельно принимать решение, какого типа ручную кладь, сумку, рюкзак, пакет или другую вещь он возьмет в салон без доплаты, а не подстраиваться под перчень конкретных предметов. Сейчас федеральные авиационные правила разрешают бесплатно провозить дамскую сумочку или портфель, папку для бумаг, зонтик, трость, букет цветов, верхнюю одежду, печатные издания для чтения в полете, фотоаппарат без чехла, видеокамеру без чехла, портативный компьютер и тому подобное. Поэтому, например, с рюкзаком «Победа» летать нельзя, а с портфелем можно, хотя и тут авиакомпания недавно ограничила максимальные размеры портфелей и дамских сумочек.